Я уже говорил о преимуществах бобов, чечевицы и нута. Но остаются ли преимущества, если они перемолоты в муку? В настоящее время на рынке много фасоли, сделанной из бобового порошка вместо пшеничного. Имеет ли он те же преимущества, что и целые бобы? С точки зрения контроля сахара в крови – да. Никаких различий в крови реакции сахара не наблюдалось. Между целыми бобами, очищенными бобами и порошкообразными бобами. Однако это исследование не показало преимущества. Они дали людям порошковую чечевицу, горох, нут. И не зарегистрировали никаких преимуществ для уровня холестерина. Например, по сравнению с картофельным. Теперь процесс порошков, возможно, изменил свойства волокна. Но они только давали людям по 100 граммов в день. Это всего составляет менее половины банки бобов. И предыдущие исследования, которые показали значительные преимущества холестерина, как правило, используют больше, чем это. Было также обнаружено еще одно исследование порошка бобов. Без эффекта на холестерин. Но они только давали 15 грамм в день. Это как примерно всего 15 бобов в день. Если вы проведете систематический обзор всех рандомизированных, контролируемых регулярных исследований бобов, вы заметите, что были получены значительные преимущества. При количестве больше, чем примерно 130 грамм в день. Другими словами, по крайней мере, это должна быть одна большая порция. Если вам когда-нибудь надоест паста и бобы, которые консервированы и приготовлены, проращивайте. Это дешевый, эффективный и простой инструмент для улучшения качества некоторых бобовых. Раньше я упоминал, что проростки чечевицы – одна из самых здоровых закусок, наряду с листвой капусты и нори. Любой может сделать ростки чечевицы в домашних условиях. Свежие продукты круглый год на подоконнике. Но каким образом увеличить их качество еще больше? Ну, в ответ на экологические стрессы, растения изменяют свой метаболизм. И мы сможем воспользоваться этим для изменения состава и активности растительных продуктов. Например, растения также подвергаются воздействию свободных радикалов, которые могут повредить их ДНК так же, как это повредило бы ваша ДНК. Итак, чтобы уменьшить избыточные свободные радикалы, растения могут наращивать свою антиоксидантную защиту, которую мы можем использовать, употребляя их. Так, например, в качестве метода проращивания для нута. Если вы облучите их гамма-лучами, вы можете повысить их антиоксидантную защиту. Но как насчет выявления питательного и антиоксидантного потенциала, вместо всех этих заморачиваний с температурным стрессом? Например, если вы забрали ростки, когда им было два дня, и положили их в холодильник в течение часа, затем вы вынимаете и позволяете им продолжать прорастать нормально. Будет ли этот один час холодного стресса делать их более питательными? Или вместо того, чтобы положить их в холодильник, если вы живете в Фениксе и положите их на жару в течение часа? Вот что происходит с мерой антиоксидантной силы проростка в чечевице, что росли все время при комнатной температуре. Медленный рост со временем. Но только один час в холодильнике на второй день, а через несколько дней значительно увеличилось количество антиоксидантов. То же самое в течение часа при 104 градусах Варенгейта. А как же тогда их хранить в холодильнике? Проростки обычно употребляются свежими. Однако, чтобы держать их свежими, мы обычно ставим их в холодильник. Но не было никаких исследований о влиянии хранения в холодильнике на питательное качество побегов до сегодняшнего дня. С третьего по шестой день вы можете увидеть, как содержание фенольного фитонутриента в проросшем горохе уменьшается. Но держите их в холодильнике, и они пойдут вверх. То же самое происходит с ростками фасоли, которые являются типичными ростками фасоли. Тогда как в чечевице нет существенной разницы. Мы все равно должны держать их в холодильнике, чтобы предотвратить их порчу. Но лучший способ обеспечить максимальное питание – хранить их при комнатной температуре, поедая их. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!